Друзья, привет! С вами как всегда Джампу Макс. У меня наконец-таки появилось время, чтобы заснять этот видосик. Сегодня я с вами поделюсь своими впечатлениями, ну а также мнением по поводу всей информации Xbox серии X. Если вам вдруг нравится новый Xbox, то ставь лайк, если не нравится, то дизлайк и давайте начнем. Недавно команда Xbox все-таки решила раскрыть множество карт, касаемого новой консоли. Сделала она это 16 марта и поделилась с нами большим объемом информации. Если вдруг кто-то прошляпил этот момент, то в принципе можете посмотреть вот этот видосик, там все самое основное. В этот раз я хочу высказать свою позицию насчет мощности, насчет функции консоли, ну а также обратить внимание на те вещи, на которые мало кто обратил. И начну, пожалуй, с мощности. На мой взгляд, маркетинг по поводу Терафлопс и мощи вжился в голову людей довольно-таки прочно. Поскольку люди, которые даже не разбираются в железе, делают сильный акцент на том, какие Терафлопсы и какая мощь у консоли. Майки в принципе все это прочухали со времен Xbox One X и продолжают активно выдвигать слово Терафлопс в массы. На самом деле это очень грамотный ход со стороны майков, поскольку в последнее время выяснилось, что у PS5 Терафлопсов будет поменьше, чем у Xbox. И теперь многие могут задуматься, а почему бы мне не купить к Xbox, он ведь мощнее? Не буду вдаваться в подробности в технический план, поскольку я считаю, что это бессмысленно. И в этом всем мне очень важен именно показатель в играх и те самые технологии, которые будут использоваться. И по словам это будет впечатляюще, поскольку новый Xbox нам предоставит 4К 60 FPS и ультра настройки графики. Это очень хорошо, ибо это некий стандарт для новых консолей и те, кто бесился от лесенок, в принципе, видеть их не должны. Что касаемо FPS, то тут тоже некий стандарт, это будет 60 кадров в секунду. Единственное, я не знаю, будут ли игры в 30 FPS. Ну, чтобы сохранить, может быть, какую-то кинематографичность. Но уже знаем, что счетчик FPS в некоторых играх, возможно, будет достигать 120 FPS. Но так или иначе, все эти показатели нам подтверждают информацию о том, что новый Xbox будет актуален 7-10 лет. Ну, это просто не может не радовать. И лично я, даже если консолька эта будет стоить 60К, я ее все-таки приобрету. Также в этом меня очень радует, что новые консоли, они лишены проблемы, как с восьмым поколением. Если что, восьмого поколения консоли, а именно Xbox One и PlayStation 4, они вышли заведомо слабые по сравнению с ПК. В этом же поколении все будет нормально. Но самое главное, по моему мнению, во всей этой теме, а именно в мощности, это то, какие будут игры и будут ли они, так скажем, заточены под всю эту мощь. Просто при выходе Xbox One X, на мой взгляд, вышло не так много красивых игр, которые бы показали нам все соки той самой мощи. Те же эксклюзивные игры по большей мере, к сожалению, нам предоставляли либо мультяшную графику, либо топорную анимацию, как в State of Decay 2. И если такая тенденция игр продолжится, и нам будут дальше клепать хайповые AA проекты, то смысл тогда в этой всей мощи? Знаете, мне в этом вопросе больше все-таки нравится позиция Sony, поскольку они свои игры пытаются сделать красочнее, естественнее и реалистичнее, нежели плавнее и четче. И в этом случае я очень надеюсь, что все внутренние студии майков пили такие проекты, от которых мы просто офигеем. Очень жду, что нам предоставят студии Excel, я на них ставлю большие ставки, поскольку там набирается такая команда, которая уже ранее работала над крупными и крутыми проектами. И в принципе из-за этого я считаю, что они не должны подкачать. И в этом случае мне кажется разумнее говорить о мощи тогда, когда нам покажут новые игры, и в принципе мы увидим новую Next Gen графику. И она, кстати, скорее всего будет касаться именно трассировки лучей. И на мой взгляд нужно радоваться как раз-таки этой технологии, поскольку она делает картинку реалистичнее, ну а также разницу в картинке можно будет заметить абсолютно на любых телеках. Единственный вопрос по этой технологии у меня возникает в том, будет ли эта технология применена абсолютно во всех играх. Ну здесь поживем и увидим. Насчет той самой флешки, которая будет стоить очень дофига, но обеспечит нам высокую скорость загрузки и запуска игр. Скорее всего этот шаг он вынужденный, поскольку старые накопители уже не могут предоставить столь быструю скорость загрузки. И если вдруг кому-то не будет хватать терабайта, то он будет вынужден покупать либо эту флешку, да, супер дорогую на 1 терабайт, либо продолжать использовать жесткие диски, но взамен будет урезаться скорость загрузки и запуска игр. И на мой взгляд, 1 терабайта не хватит лишь тем, кто играет в несколько игр сразу, кто любит ностальгировать, у кого закачаны сразу практически все игры. Ну, либо тем, у кого слабый интернет и они не могут просто удалить игру и скачать новую. Просто лично мне даже 500 гигабайт хватает, я просто удаляю старые игры, в которые не играю и закачиваю новые. Что касаемо самой консоли, ее внешнего вида. Знаете, кто бы что ни говорил, она сделана прежде всего с умом. Во-первых, будет очень тихая работа и скорее всего будет низкая вероятность перегрева. Кстати, со времен Xbox 360, майки делают на это очень сильный акцент, поскольку первая ревизия вроде Xbox 360, она у них капец как сгорала. И виной как раз таки было то самое охлаждение. Также у нового Xbox не будет внешнего блока питания, его можно будет ставить как горизонтально, так и вертикально. И кстати, чтобы консоль не царапалась, когда она лежит на боку, у нее будут ножки, которые по виду не должны выпадать, как у той же Xbox One S, поскольку в свое время я все-таки две ножки где-то потерял. Ставь плюсик, если когда-нибудь терял вот эти вот маленькие ножички от своего Xbox. Плюс по материалу, скорее всего, он будет схож с материалом на Xbox One S и на Xbox One X, то есть он не будет царапаться и, скорее всего, жирных разводов от пальцев он не сильно будет оставлять. Короче, это круто. Единственное, скорее всего, консоль будет тяжелая, ибо когда парень ее держал, ручка-то у него поднапряглась. Мне, кстати, в этот момент очень интересно, что Логина скажет на этот счет, когда он будет обозревать нового Xbox, и скажет ли он, что он тяжелый. Это не наигранно, правда. Кроме того, что он, сука, тяжелый. Но опять же, я считаю, что это не такой весомый критерий, чтобы как-то на нем останавливаться. Также они, наконец-таки, приоткрыли занавес на тот зеленый круг сверху консоли. Если что, это некая оптическая иллюзия, которая будет просто напоминать о цвете консоли. И, если что, она, к сожалению, не горит. А жаль, было бы прикольно. И, знаете, несмотря на такой замороченный дизайн, он клевый, строгий, и в нем нет ничего лишнего. И самое главное то, что его можно будет легко кастомизировать, наклеив туда какие-нибудь наклейки. Плюс, сам вид, я считаю, что он, в принципе, поддерживает концепцию самого названия, типа Xbox, X-коробка. Короче, не знаю, как вам, но лично мне дизайн очень нравится. Насчет геймпада. Он стал выглядеть проще, и, по словам, он должен быть удобнее для маленьких рук. Но в этом моменте меня больше интересует его качество, так как геймпады Xbox One у меня очень часто ломаются. И если у нового геймпада будут такие же стики, такие же бампера, то это будет все-таки проблема. Насчет кнопки поделиться. На самом деле, она мне показалась какой-то очень подозрительной, и кажется, что она просто ни к чему. И сейчас я объясню, почему я так думаю. Дело в том, что при записи скриншота или какого-нибудь видеоклипа, вы сначала нажимаете на светящуюся кнопку. И при условии, если это, так скажем, не фейк-инфа, и у новой Xbox будет старый дашбор, то зачем эта кнопка? И мне кажется, не будет разницы нажимать центральную кнопку или на светящуюся кнопку, поскольку тебе все равно в конечном итоге надо будет нажимать две кнопки. Просто в данном дашборте это делается так. Нажимаешь сюда, и нажимаешь сюда, чтобы записать клип. Нажимаешь сюда, нажимаешь сюда, чтобы записать скриншот. И что будет делать эта кнопка, я пока не знаю. Единственное объяснение на все это, мне кажется, что эта кнопка будет кастомной. То есть ее можно будет назначить под конкретные действия. То есть нажал один раз, и у тебя, например, записалось там 30 секунд. Или там нажал два раз на нее, записался скриншот. Мне кажется, что это так должно работать. Либо же в новом Xbox все-таки будет новый дашборд, иначе я просто не понимаю смысла этой кнопки. Насчет крестовинных курков, пока сказать ничего не могу, это надо пробовать. И самая интересная мелочь, которая навела меня на мысль, что новая консель уже 100% готовится, это пасхалка, которая изображена на плате Xbox серии X. Если что, на плате новой консоли будет изображена Кобра, которая напоминает нам о слухе, когда разрабатывались две консоли, а именно Xbox Anaconda и Xbox Lohard. И мне кажется, что данную пасхалку показали не просто так, а показали именно для того, чтобы мы понимали, что вторая версия уже готовится. Но опять же, поживем, мы увидим, что будет дальше. А теперь же поговорим о функциях. Первая функция это Smart Delivery. Если что, это такая технология, которая позволяет купить один раз игру и получить ее на всех версиях Xbox. Примерно Halo Infinite вы покупаете игру и получаете ее сразу и на Xbox One, и на Xbox серию X. И как по мне, эта функция очень клевая, ибо мало кому захочется покупать одну и ту же игру два раза. Просто в свое время, когда я на Xbox 360 играл в Titanfall для Xbox One, мне пришлось еще раз ее покупать. Единственное но в этой функции это то, что скорее всего эта функция коснется в большей мере только эксклюзивов. А остальные игры, именно мультиплаформенные, они скорее всего будут в подвешенном состоянии. И грубо говоря, это уже будет решение не от майков. Но так или иначе, мы уже знаем, что тот же Cyberpunk, он войдет в эту функцию. И покупая Cyberpunk для Xbox One, вы для Xbox серии X получите его бесплатно. Также с этой функцией нужно выделить то, что все-таки версии игры будут разные, а не просто графические улучшения. И единственное, что здесь непонятно, что будет с дисками. Они все-таки будут разделены там для Xbox One или для серии X, или там, например, новую версию, можно будет скачать с инета. Вот в этом вопросе мне не очень понятно. Далее идет обратно совместимость, и это просто офигенная функция, мы знаем ее по Xbox One. И знаете, эта функция на старте, она дает возможность не сидеть без игр на новом поколении консолей. Поскольку всегда существовала такая проблема, когда ты берешь консоль нового поколения, ты сидишь без игр. Ну, поскольку на старте новых игр выходит немного. И за счет этой функции, в принципе, проблема решена, поскольку, если новых игр нет, ты можешь, так скажем, продолжить играть в игры Xbox One. Если что, Xbox Series X будет поддерживать игры от Xbox 360, от Xbox One и от Xbox Original. То есть даже на первых этапах у вас будет во что поиграть. И кто бы что ни говорил, типа, нет, старые игры не нужны, в них никто не играет, ребят, и играет, и иногда реально хочется перепройти какую-нибудь игру, в которую ты там не прошел когда-то, или перепройти ту игру, которую когда-то проходил. И такая вот концепция консолей, она сохраняет всю прошлую твою библиотеку игр, что опять же не может не радовать. Как по мне, это бомба, я все еще не нарадуюсь этому, и помимо всего, нас еще ждет обратная совместимость с аксессуарами. То есть все геймплаты от Xbox One подойдут к Xbox Series X и наоборот. Что касаемо Kinect, тут хз, тут надо ждать официальной информации. Функция, которая позволяет быстро переключаться между играми, сохраняя игру в фоновом режиме. Как по мне, данная функция, она не особо нужна. И лично мне не в лом подождать несколько секунд, чтобы там закрыть или запустить игру. Я просто как-то переключаюсь между играми, одну закрываю, другую включаю, и как бы мне не особо важен вот этот вот быстрый переход. И лично у меня нет особой потребности в этой функции. Но если вы вдруг ждали эту функцию, вы ей капец как рады, то напишите в комментариях, чему вы рады, и как бы зачем эта функция вам нужна. Ну, я просто реально не понимаю. Насчет быстрой загрузки видеоигр, у меня тоже как бы здесь не в лом подождать загрузочного экрана, но как бонус это приятно. Помимо всего этого, меня все еще интересуют вопросы. Продолжится ли функция с домашней консоли, и если все-таки тот ролик был не фейк, да, и так скажем, нам показали все по правде, и в новом Xbox будет старый дашборд, то в принципе она должна сохраниться. Интересно, когда появятся игры только для новых поколений консолей, и какие они будут. И интересны функции, касающиеся стриминга, поскольку Microsoft вроде как заинтересована, чтобы развивать миксер, и по-любому она уделит этому внимание. Также очень интересен, будет ли VR или какая-нибудь штука, чтобы поднять жопу с дивана и, так скажем, почувствовать новый опыт от игры. И самое, самое прям главное, что меня здесь волнует, это сколько будет стоить новый Xbox. Это хоть и главный вопрос, который меня капец как интересует, но так или иначе я все равно возьму новый Xbox, поскольку он мне безумно нравится. И готовьтесь к тому, что новый Xbox скорее всего у нас в России, и из-за курса будет стоить 50к, а то и выше. И обязательно напишите в комментах, что вам еще хотелось бы узнать о новом Xbox. Насчет Аргентины и прочих региональных ограничений, мне кажется, что здесь останется все так же, как у Xbox One. Так как это все-таки большая система, и они вроде как не планируют там что-то менять, поскольку игры можно купить как с ПК, так и с консоли. Но если же мы покупаем игры с ПК, то там смена региона, VPN-чик, ну вы поняли, короче. Что касаемо сравнения PlayStation 5 и Xbox серии X. Знаете, пока сравнить не с чем, поскольку Sony вообще нам ничего не показала, и когда вот они приоткроют шторку пошире, тогда и можно будет сравнивать. Хотя бы, хотя бы, хотя бы, хотя бы, блять. И как только она покажет какие-нибудь игры, покажет дизайн консоли или геймпада, то тогда уже можно это обсуждать, а сейчас я просто не вижу в этом смысла. И лично для меня пока что Xbox остается в приоритете. Единственное во всем это, обидно то, что стора в долларах, и смотря на рубль, смотря на доллар, мы понимаем, что новые игры вместо 4000 рублей, да, будут стоить уже около пяти. И как бы, фиговинга. Если кто-то думает, что Microsoft пойдет на снижение цен, то, мне кажется, забудьте об этой идее, они вряд ли это сделают. На данном этапе, обобщая всю информацию о Xbox серии X, хочу сказать, что мне новый Xbox абсолютно нравится. И как только он появится в продаже, я его обязательно возьму. В общем, ставьте плюсик, если тоже хотите купить Xbox, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, и не забывайте писать свое мнение в комментариях. Ну, напишите, чем вам нравится новый Xbox, чем нет, интересно все-таки почитать. В общем, большое спасибо вам за просмотр, и до новых встреч!